МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А вот это Целиковская, нет? Орлова. Это Конюховая. Может быть, Целиковская. Ну, это Надежда Румянцева. Да, это Ладынина. Или Целиковская, кто-то из двух. Валенки еще пела песни, плясала. Валенки, или как она? Вдоль по-питерской. Вдоль по-питерской, да. Русская народная песня. Вдоль по-питерской. Исполняет Бурлаков Рося. Вдоль по-питерской, По Тверской, ямской, да, по Тверской, ямской. По дороженьке. Едет, миленька. Сам на троечке. Это едет батюшка Во поддевочек. То не лед, то не лед решит. Не комар, да не комар решит. То кума, да кумы сутака тащит. Эх, кумушка и голубушка, Поцелуй ты меня, да куматушечка. Поцелуй ты меня, куматушечка. Мы показывали случайным прохожим на улице портрет замечательной русской актрисы Екатерины Савиновой. И вот удивительная вещь. Все как бы узнают и не узнают. Как бы Бриджит у каждого какая-то такая улыбка, догадки. Мол, я ее знаю, знаю, конечно. А имени и фамилию исполнить никто не может. Это один из удивительных и самых, может быть, ярких парадоксов нашего кинематографа. Актриса, которую знают все и практически не знает никто. Но кто мы и откуда, Когда от всех тех лет Остались пересуды, А нас на свете нет? Борис Пастернак Остались freelance Субтитры подогнал «Симон» Внимание! Начнем с пятого такта. Субтитры подогнал «Симон» Внимание! Внимание! Субтитры подогнал «Симон» Внимание! 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 Она из этого, будучи верной мечте о кинематографе, она выбрала ГИК. Надо сказать, выбрала очень точно, потому что педагоги были замечательные. Это были замечательные педагоги Пыжова и Бибиков. Чё ж, скажите, не подхожу я. Нет, не скажу. А тогда осталось, подхожу. Вот что. Приходи-ка ты... Завтра? Нет, почему завтра? Послезавтра. Часиков четыре. Найдёшь меня? Найду. Хорошо. Идёмте, Вероника. До свидания. Ну, Бурлаков, Россия, будь здорова. Спасибо и вам, не хворачивай. Стараюсь. Мы с Катей учились вместе во ВГИКе, но я была, наверное, на два курса старше, чем она. И по-настоящему мы подружились только на картине «Кубанские казаки». Мы с ней жили в одной комнате, в гостинице на протяжении всех съёмок. Наверное, четыре месяца мы снимали. Потом мы жили вместе в коммунальной квартире, а театр мы получили по комнате в этой квартире и тоже жили некоторое время вместе. Пошли, Любочка, пошли! Первая наша картина, и у Кати, и у меня, это ведь произвело на нас неизгладимое впечатление, потому что мы сразу встретились с великолепным режиссёром, замечательный композитор Дунаевский, замечательные актёры, которые там снимались. А вот Иван Александрович Пырьев, он не только был грандиозный режиссёр, но он был очень заботливый. Раз мы у него снимаемся, мы были как его дети. И у нас было ощущение, что мы не просто снимаемся, а мы что-то делаем необыкновенное, что это то, что потом поразит всех. И вот такое праздничное настроение у нас было у всех на съёмках. Вам на почту, нам туда же. Это очень странно даже. Нам куда бы ни идти, лишь бы с вами по пути. Где Федя? Это точно. Ну, так мы пойдём нарочно. Не на почту, а в кино. И вот так она начала свою творческую жизнь. Но потом жизнь не очень её баловала. Она снималась в картинах, которые недостаточно...